Продолжим все эти разговоры. Спасибо, что вы вам были. Увидимся на Первом канале. Здравствуйте! В прямом эфире на Первом канале Футбол. Сборная России сегодня проводит решающий последний контрольный матч перед стартом мирового первенства на веб-арене в Москве. Сборная России в этот немного дождливый вечер принимает сборную Турции. Последний матч генеральной репетиции. 14 июня сборная России открывает чемпионат мира, который мы все ждем с нетерпением матчем против команды Саудовской Аравии. Сегодня у нас возможность посмотреть на то, какой футбол будет играть сборная России перед стартом мирового первенства. Болельщики на трибунах приехали, разумеется, они и из Турции. Сборная Турции вообще у нас в последнее время любимый соперник. Именно со сборной Турции Станислав Черчесов начинал свой цикл в качестве главного тренера сборной. Это было 31 августа. И вот теперь цикл завершается. Игорь Акинфеев, наш капитан, надежная опора. Сегодня немножко изменений есть в стартовом составе. Об этом мы поговорим чуть позже. Станислав Черчесов все еще ищет оптимальное сочетание, которое позволит сборной России одержать победу в стартовом матче над Саудовской Аравией. Понятно, что никакой другой задачи в первой игре нет и быть не может. Вот сам главный тренер, все игроки сосредоточены, все понимают, что исключительно важна эта игра. Сегодня сборная России проводит репетицию. И вот у нас на поле Юрий Гозинский. У нас сегодня на поле Игорь Смольников, Илья Кутепов и Алан Загоев. Те четыре человека, которые не были в стартовом составе на игре с Австрией. Матч с Австрией не получился удачным ни с какой точки зрения. Так что сегодня четыре изменения в стартовом составе. И главный тренер рассчитывает на лучшее. Никуда не уходите, сейчас у нас небольшая реклама. И потом мы начинаем. Прямую трансляцию со стадиона Веб-арена в Москве. Товарищеский контрольный матч сборной России против сборной Турции. Последняя игра перед стартом мирового чемпионата. И вот состав сборной Турции. Сыркан Крым Талы защищает ворота. Двенадцатый номер. Второй Шенер Осбай Раклы. Третий Хасан Али Калдырым, капитан команды. Чаглар Суинджу четвертый. Окай Шукушлу пятый. Юсуф Языджи одиннадцатый. Махмуд Тегдемир четырнадцатый. Чингис Унер семнадцатый. Восемнадцатый Кенан Караман. Двадцать первый Ифран Кахвиджи. Двадцать второй Канай Хан, главный тренер Мирча Луческу. А видео Ха Цыган из Румынии. Его бригада Октавиан Собра, Себастьян Георгия. Обслуживают матч как судьи. Ну и вот капитаны команды. Игорь Акинфеев и Хасан Али Калдырым. И теперь состав сборной России. Игорь Акинфеев вратарь и капитан команды первый номер. Двадцать восьмой Игорь Смольников. Восемнадцатый Юрий Жирков. Двадцать девятый Илья Кутепов. Восьмой Юрий Газинский. Сорок седьмой Роман Зобнин. Сергей Игнашевич четвертый номер. Семнадцатый Александр Головин. Девятнадцатый Александр Самедов. Девятый Алан Загоев. И десятый Федор Смолов. Главный тренер Станислав Черчесов. Ваши комментаторы на Первом канале. Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Нам предстоит посмотреть крайне важный, интересный поединок, в которых мы сможем увидеть уже очертания сборной, которая предстанет перед нашими глазами уже 14 июня в матче открытия Чемпионата мира. Леонид Викторович, по составу сразу пару комментариев. Четыре изменения. Четыре изменения. Четыре перестановки. Игорь Смольников появился у нас в правой зоне вместо Марио Фернандеса. Кроме этого, и произошла замена в паре центральных защитников. В этот раз вместе с Сергеем Игнашевичем будет играть Илья Кутепов вместо Владимира Граната. Также Алан Загоев будет выполнять функции оттянутого форварда вместо Алексея Мирончука. И скорее четвертая замена не столько по позиции, сколько по игровой расстановке. На футбольном поле сегодня появился Юрий Газинский. И это означает то, что все-таки сборной нужен опорный оборонительного плана, которого, наверное, так ярко выраженного не было в прошлой игре. Ну что ж, игра началась в красной форме сборной России. В белой нашей соперники турецкие футболисты. Передача вперед. Вот Игнашевич под своим любимым четвертым номером играет на опережение. Зобнин направо на Самедова. И начинают наши контролировать мяч. Со сборной Австрии мяч-то вроде бы временами и держался. У сборной России маловато было опасных моментов. Федор Смолов имел, наверное, самый яркий из них. Не сумел забить. Сегодня, конечно, ждем голов. Голов от сборной России. Ну и надежности в обороне, разумеется, тоже ждем. Да, очень интересно по игровой расстановке, что в левой зоне, в левой атакующей позиции матч начал Александр Головин, который все-таки больше игрок середины поля. Поэтому посмотрим. Он игрок универсальный. Он может сыграть и на флангах, понятно, со смещением в середину, где будет оставлять длинный фланг для Юрия Жиркова. Поэтому посмотрим. По крайней мере, сборная, он впервые играет в этой позиции. Турецкая сборная проводит первую атаку. Левым флангом атакуют наши гости. На вес, ну и на угловой выбивает мяч Юрий Жирков. Решил не рисковать в данной ситуации. Да, и, наверное, правильно сделал, потому что не видел, что у него происходит за спиной. И уже располагался последним в этой линейке. Вот мы видим повтор передачи с фланга. В принципе, все зоны контролируются. И понятно, что Юрий не видел, что происходит у него спиной. Турки разыграли угловой. На правом фланге Юсуф Языджи. Не точно. И от передачи получится ли контратак? Пока не очень разбегаются. В результате вообще выбивают наш мяч за пределы поля. Так активно турки взялись за дело. У них нет чемпионата мира. Поэтому Мерча Луческу вовсю экспериментирует. Очень молодой сегодня состав у турецкой команды. Многих ветеранов он не вызвал. То есть работает Луческу на перспективу. Кстати, со сборной Турции нам играть и после чемпионата мира в Лиге наций. Так что на эту сборную мы еще насмотримся, как говорится. Но пока все внимание, конечно, в первую очередь на то, что покажут сегодня наши. Да, безусловно, это очень интересно. И мы видим, что продолжаются эксперименты с составом. И в опорной зоне. И кто займет позицию оттянутого форварда. И кто будет в линии обороны. Пока, я так понимаю, что окончательных ответов нет. Очень надеемся, что сегодняшний матч как раз даст эти ответы. Пока не удается сборной России перейти в атаку. Сейчас Жирков будет бросать из-за боковой. Открывается Смоф. Играет головой. Однако турки вновь мяч забирают. 22 номер Айхан. Это его партнер Сёйнджу. Оба играют в Германии. Два молодых защитника. Мы им, что турецкая сборная тоже временами варьирует тактику. Похоже, что в три защитника сегодня будут против нас обороняться турецкие футболисты. По крайней мере, так выглядит. Да, скорее всего, это так. Но еще раз повторюсь, я думаю, что и нам, и нашим телезрителям, прежде всего, интересно, как будет выглядеть сегодня сборная России. Пока что мы без мяча. Пока что сборная Турции этот мяч забирает. Турки всегда любят контролировать мяч. Команда с высоким уровнем традиционного исполнительского мастерства. Отбирает мяч сборной России. Головин. Передача налево. Смолов. Загоев устремляется в штрафную. Самедов тоже поддерживает. Но уже вернулись защитники турецкой команды. Сейчас удается отобрать и мяч. Прессия к воспитанию сборной России. Работает. Головин. Головин уже в штрафной. Пробить не дают. Передача налево. Смолов. Еще одна передача. Возможно, она-то была лишняя как раз. Да, сегодня четыре футболиста ЦСКА играют на родной арене. И я думаю, что для них это будет несколько особый матч. Ну вот и первую атаку наши провели. В общем, она была довольно перспективной. Игнашевич. Сыграл с партнером. Это Смольников. Он сегодня на правом фланге вместо Марио Фернандеса. Конкурируют они, собственно, за место правого защитника в сборной России. Видимо, Станислав Чарчевцев еще окончательно не отдал кому-то здесь преимущества. Каждого есть шанс стать основным в первом матче против сборной Саудовской Аравии. 14 июня. Первая игра. Матч открытия. В прямом эфире. Только на Первом канале. В 17.30 начало прямой трансляции. Ну и весь чемпионат мира также в полном объеме на Первом канале. Матчи фаворитов сборной Бразилии, Германии, Испании. В Италии, к сожалению, не будет. Так что смотрите все 64 игры в прямом эфире на сайте и на мобильном приложении Первого канала. Готовимся, готовимся. И сборная России сегодня тоже готовится. Генеральная репетиция. По первым минутам я выделил два основных тактических аспекта. Это то, что Смолов очень часто смещается в левую зону и открывается в свободные зоны. Ему удобнее получать мячи именно во флангах. Поэтому вопрос будет в том, кто будет замыкать середину поля. Понятно, что у Алана Дзагоева может быть недостаточно навыков нападающего. Но тем не менее они в какой-то степени есть. И второй момент, что абсолютно нет распределения, кто опорный, более оборонительного плана, кто более атакующий между Газинским и Зобненым. Они периодически выдвигаются по ситуации, играя чуть выше, играя чуть ниже. Игнашевич человек с очень хорошим первым пасом. На это тоже Черчесов рассчитывает. Умение сделать длинную передачу на убегающего Смолова. Вот сейчас рывок довершил Александр Саметов. Но пас пошел направо на Смольникова. Саметов открывается на бровке. Но судья показывает, что, похоже, рукой себе подыграл Роман Зобн. Штрафный удар. Да, видим мы сейчас на повторе именно эту ситуацию. Видим, что действительно Роман Зобн подыграл себе рукой. Абсолютно справедливый орбитр зафиксировал нарушение правил. Чаглар Суинджу, центральный защитник турецкой сборной, сейчас будет побивать мяч. Очень молодой игрок. Ну, действительно, сегодня против нас, футболисты, турецкой сборной, очень молодых собрались. Правда, вратаря Серкана Кырунтелы это не касается. Ему 33 года, но это его всего лишь третий матч за национальную сборную. Так что, интересно, сможет, могут ли наши его поставить, застать врасплох дальними ударами в том числе. А пока с мячом соперник подходит уже к национальной штрафной. Неудачный перячь направо. Головин мяч перехватил пас. Магазинский играл назад на Акинфеева. Даже не знаю, контролировал ли он полностью траекторию этого своего паса. Еще одна атака турок. Продолжают они через правый фланг, через Юсуфа действовать. Турецких футболистов все-таки принято называть по именам. Чаще всего фамилии у них содержат слишком много букв «Ы». Это не слишком удобно. Юсуф, передача направо. Хозяин, чуть прямо в нашей штрафной сейчас турецкая команда. Надо выдавливать их оттуда. Подача, Акинфеев не выходит. И опять Жирков выданным выбивать мяч на угловой. Атака турецкой сбор началась после того, как Игорь Смольников не очень удачно скинул мяч в центральную зону. И после этого турки уже завладели инициативой. И были вынуждены мы садиться очень глубоко. Вот сейчас мы видим на повторе, опять же, что если в прошлый раз Юрий Жирков выбивал мяч, и у него в спине не находился никто из игроков, то сейчас он это тоже сделал именно так же, но было больше резонно. Неприятный розыгрыш у главого. Чаглар четвертый номер был на дальней штанге. И в прыжке пытался замкнуть эту подачу. Здесь вот не удалось выиграть вверх. Правда, нельзя сказать, что и турецкие футболисты до мяча добрались. Но вот так мяч всех пролетел. И, в принципе, дальше Аглар оказался один на дальней штанге. Всегда очень опасно, когда подача в зону ближней штанги, потому что может пойти рикошет и достаточно сложно контролировать своих игроков. И сейчас мы увидели, что Сергей Игнашевич тоже потерял своего оппонента. Неожиданно ошибается Самедов. Пока не очень держится мяч у российской команды. Ну, хорошо же сыграно в отборе. Собственно, сам Самедов и исправил свою неточность. Надеюсь, все нормально с ним. Да, никакой травмы не получил Игнашевич. К мерчуру Ческу еще в прошлом году был главным тренером Санкт-Петербургского «Зенита». Но не очень у него там получилось. И вот сейчас он возглавил сборную Турции. Передача вперед на Дзагоева. Дзагоева не удается здесь добраться до мяча. Опять Турки активный в середине поля. Коловин уже второй, по-моему, отбор совершает. Турецкий игрок получил травму. Наш продолжает атаковать. Передача на Самедов. Справа подключается Игорь Смольников. Подача. Низкий получился мяч. И Турки его выбили. И дальше аут. Еще очень интересным моментом является, как мы будем действовать после длинных передач. Потому что периодически приходится их использовать. И если Федор Смолов смещается в атакующих действиях немного левее. И вот сейчас мы видим повтор. И действительно, здесь Александр Булавин наступил. Сзади на игрока команды сборной Турции. Абсолютно справедливо зафиксирован фолк. ОК. Это был пятый номер. Десятая минута. Первый канал. Россия-Турция. Счет пока не открыт 0-0. Но как очень долго. Хасан Али. Капитан команды вводит мяч в игру. Продвинулись Турки еще немного вперед. Пока у них больше держится мяч. Но сборная Турции это команда, которая известна тем, что любит контролировать мяч. В любом составе. Просите, с любыми тренерами. Она именно в таком стиле играет. А вот сейчас прессингует. Здорово Смолов. Но Чаглара он там удается все-таки сделать передачу своему вратарю. Это Канайхан. Пас вперед. Не должно быть ничего случиться. Правда, приходится один фейк. Подстраховать и выбить мяч за пределы поля. Пока основные моменты у нас возникают после очень высокого прессинга. И атака первая, которая была опасной сейчас. Именно с прессинга началась атака. Мы видим повтор, когда Федор Смолов очень активно прессингует на чужой половине поля. Я бы сказал, что и в матче с Австрией временами этот прессинг у нас получался. Ну и даже с матчей с Францией и Бразилией мы периодически использовали его. И я думаю, что это будет одним из основных наших тактических элементов на чемпионате мира. У нас Головин в центре внимания. На этот раз нарушение правил против очень активного Юсуфа, который действует на правом фланге. Часто получает мяч. И вот пока что с ним сложно. Сейчас Жирков с ним боролся. Головин тоже был здесь. Ну и вдвоем они отобрали. Правда, с нарушением правил. Иначе у этого турецкого игрока разыгрывать мяч Турки. Здорово играет Зобнин. И пошла атака. Смолов от Загоев. И Самедов тоже поддерживает. Смолов. Эх, передержал мяч сейчас Федор. Два сопет партнера были справа. Он решил обыгрывать. Да, немного изнутянул Федор сейчас передача. Потому что действительно хорошо открывались партнеры. И была свободная зона в полудиагонали. Всегда очень сложно на нее реагировать с потерей. Хорошо тогда разбежали. Сейчас вновь атака сборной России. Головин делает передачу Федора Талуна Смолова. Налево постоянно отходит. Подходит к штрафной. Играет с Зобниным. Зобнин не удается протарахить себе дорогу в штрафную. Как борется Загоев. Мяч отобрал. И тут же все-таки мы его потеряли. Желание-то, конечно, заметно. Да, но опять же был момент сейчас, когда Федор Смолов получал мяч во фланговой позиции. Я смотрел, кто располагался в линии атаки. Очень быстро как раз-таки мы видим повтор. Загоев перестраивается с потерей мяча. Я думаю, что это тоже очень важно. Насколько быстро мы реагируем при потерях. И вот мы видим повтор этой атаки. К сожалению, нам сейчас не видно открывающихся партнеров под Федора Смолова. Но, поверьте, они были свободны. И немного он затянулся этой передачей. Да, Загоев и Самедов там еще участвовали в этой атаке. Но Смолов решил взять игру на себя. На правом фланге сборная Турции. Второй номер это Шенер. На правой бровке действует. Обратная передача на Айхана. Ну, пока не торопится сборная Турции. Передача пошла на Чаклара. Защитник уже подключается налево. Здесь Хасан Али, капитан команды. Атака Леон фланга. Подача срывается. У, по-моему, Махмута Тегдемира. И мяч уходит за пределы поля. Определены основные приоритеты в игре. Сборная Турции больше атакует позиционно. Мы обороняемся. Пытаемся персинговать и выбегать в быстрых атаках. Вот. Мне кажется, что такой игровой рисунок может продолжаться вплоть до того момента, пока кто-либо из соперников не придет в счете. Ну и теряет сейчас мяч Юрий Жирков. Не то, что нервозность, но хочется, понятно, нашим футболистам очень проявить себя. Хочется в том числе, чтобы забыли о матче с Австрией, кому особо не понравившемуся. Ну и вот сегодня отсюда некоторые ошибки. Сейчас едва Замедов не перехватил этот пас в исполнении Франа. И все-таки сборная Турции продолжает контролировать мяч. Здесь хорошо сыграно. Прямо действительно очень здорово. Сейчас Илья Кутепов сыграл на опережении. Еще одна атака турок. Пока никак не удается надолго в них нам забирать мяч. Ну, значит, будем искать контратакующие возможности. Есть кому сделать пас, есть кому бежать. В первую очередь, это, конечно, Смолов в его прекрасной пристартовой и дистанционной скорости. А вот сейчас прошла передача налево, но прав положение вне игры. Да, положение вне игры. Мы сейчас посмотрим повтор этого момента, потому что такая очень пограничная была ситуация, чтобы понять, было или не было положение вне игры. Да, положение вне игры было, поэтому орбитер абсолютно справедливо зафиксировал. Еще несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание, что если мы отбираем мяч достаточно высоко, и у нас есть возможность и свободный зон для проведения быстрой атаки, это сразу опасно. Если же отбор происходит ближе к нашей линии штрафной площади, то нам приходится делать какие-то промежуточные передачи. Мы часто теряем этот мяч и получаем новую атаку соперника, что доставляет нам определенные сложности. То есть есть проблема с переходом в атаку? Есть проблема в том, где мы именно отбираем мяч. Потому что когда ты отбираешь выше, конечно же, зон больше, и возможности для проведения быстрой атаки тоже больше. Когда ты отбираешь мяч глубоко, а мы вынуждены часто именно это делать, то приходится уже долго развивать атаку. Зобнин! Ух, почти, почти ушел от Акай. Я назначаю штрафной. Зобнин очень мощный игрок. То, что он привносит, конечно, в действие сборной, это физическую силу, скорость и злость такую футбольную. И вот сейчас он сумел навязать, можно сказать, свою волю сопернику, Акай нарушил правила и довольно-таки опасный штрафной. Сейчас будет выполнять сборная Россия, там Жирков и Самедов в мячах. Да, и как раз опять отмечу, что был высоко произведен отбор, и сразу была сделана передача. Загоево-Асланговую зону на Романа Зобнина. И был заработан фулл. Поэтому явно это наш козырь, наш стиль, игра в быстрых атаках. Поэтому здесь вопрос в том, чтобы мы максимально высоко этот мяч отбирали. Ну, сейчас решат Самедов и Жирков, кому из них подавать. Самедов, большинство стандартов у нас выполняет. Он признанный мастер подачи угловых и штрафных. Ну, отсюда можно и слева, разумеется, направить мяч в штрафную. Тут Жирков. Для этой цели присутствует... Ну, и нужна хорошая подача, действительно качественная. Доставить мяч в центр штрафной. Итак, Самедов подает. Мяч пролетает абсолютно всех. Никого не задевает. И будет удар от ворот. Очень опасная подача. Но хочу отметить, что из пяти игроков, которые двигались на завершение, только два побежали в площадь ворот. Вот сейчас мы это увидим. Да, и три игрока остались за линией мяча. То есть мы видим, что пробегает Смолов. И на задней штанге пытается замкнуть Зобнин. Остальные три игрока, наши самые высокорослые футболисты, и они не двинулись вперед и остались за линией мяча. Поэтому, на самом деле, очень опасный прострел не стал результативным. Из высокорослых футболистов у нас сегодня, разумеется, на поле Игнашевич, и Утепов, и Зобнин очень неплохо может сыграть головой. Ну и, разумеется, Федор Смолов тоже как нападающий, обладающий гривым чутьем, незаурядным, тоже в таких ситуациях может быть опасным. Здорово. Направо сыгран у нас Смольников. Ждем, конечно, на повстречении от крайних защитников. Но пока они заняты, заняты во многом обороной. Турецкие игроки очень активны в зонах. И вот сейчас Жирков получает мяч, пас вперед на Головина. Головин один в один может обыграть. Вот Юсуфа убирает мяч под правую. Юсуф от него не отстает. У нас стверный, Головин падает. В общем, можно сказать, подставился. Первый раз в этом матче мы провели позиционную атаку. Начал ее Игорь Кенфеев, причем очень правильно начал диагональной передачей. Сейчас мы видим уже окончание этой атаки. И фол со стороны игрока сборной Турции, опять же, наступил на ногу Головиной абсолютно. Пока арбитр очень качественно работает. Надо отдать ему должное, хотя игра контактная, с большим количеством нарушений правил. Мерча Луческу со своими соотечественниками, конечно, побеседовал. Но пока действительно на видео Хацаган все очень четко фиксирует. Сверхан Крынтлы выстраивает стенку. На этот раз нет вариантов, только Юрий Жирков. Меча один человек в стенке. Не верит судья Варгалкибер в удар. Наверное, правильно делает. Последует. Ну и опять посмотрим на качество подачи в исполнении Юрия Жиркова. Стандарты и прочих равных. Это все равно либо плюс, либо минус. Как оно получится на чемпионате мира. Постепенно заполнились трибуны. Подача опаснейший момент. Стандарты вновь никому не удается достать. Хотя подача-то хороша была. Да, мы два раза попробовали два разных варианта стандарта. Первый раз Самедов подавал правой ногой. Это так называемый приходящий мяч в створ ворот. Сейчас также с левого фланга. Но уже подачу делал Юрий Жирков. Левой ногой очень опасный. Хочу сказать, что сейчас как раз таки вся четверка игроков двигалась в правильном направлении. И очень было близко к тому, чтобы завершить. Стандарты очень опасны были. Первый и второй. Кстати, в обоих случаях на дальней штанге был Зобнов. Да, на ближний Смолов. Верхом направляет мяч Сыркан. Здесь все хорошо. Утепов сыграл головой. Попадает мяч Самедова, похоже, что в руку. Так что сейчас быстренько турецкие футболисты разыграют штрафной. Девятнадцатая минута идет. Пока счет не открыт. Ноль-ноль. И, в общем, вратарям пока в игру вступать не доводилось. Ни Игорю Акинфееву, ни гонкиперу сборной Турции Сыркан. Пытаются сейчас Загоев и Смолов оказывать давление на Кана и его партнеров. Кан вывернулся, надо сказать, хорошим делал передачу. Кан и Чаглар играют в Германии. Футбол один в высшем дивизионе. Второй играл за Ишельдорфскую фортуну. Которая как раз вышла сейчас в Бундеслигу. То есть люди все-таки уже с серьезным опытом. Хоть и молодые. 22-23 года. А с мячом сборная Турции на правом фланге. Это был Шенер и вновь аут. Да, Юрий Жирков действует максимально просто. Наверное, это правильно. Еще раз хочу сказать, что мы пытаемся отбирать мяч достаточно высоко. Но когда сборная Турции выходит с диагональными передачами в противоположную зону, сразу уже есть проблемы с высоким отбором. Поэтому это происходит ниже, как сейчас. А лошадь из контратака головой играет Ширков. Здесь наши подхваты. Головин по ногам и штрафной удар. Все-таки очень активен Головин. С точки зрения движения постоянно, вот он заметен, постоянно он в гуще событий, постоянно успевает. Ну да, он действительно, уровень интенсивности, наверное, у него один из самых высоких. Не только среди наших баллистов, но и европейского уровня тоже. Вот, хочу сказать, что большое количество словов на первых минутах. Очень большое. Да, игра плотная. Игра вполне себе уровня боевого матча. Действительно, сборная Турции тоже готовится. Она тоже ищет свое будущее. Ну а мы ищем не будущее, мы ищем настоящее. Вот, да, видите, пять фолов в исполнении сборной России. Уже было четыре у турецкой сборной. Девять штук за 20 минут. Действительно, достойно. Да, но в этой связи еще важный момент. Понятно, что заключительная контрольная игра. Поэтому очень важно, конечно же, чтобы мы говорим про нашу сборную. Чтобы все ребята подошли максимально здоровыми уже к первому официальному матчу. В центре поля борьба. Головин дастся зацепиться за мяч. Так, Головин его подхватывает. Пытается убрать. Не дает турецкий игрок. Но мяч остается у Жиркова. Смолов вновь открывается слева. Здесь же Головин. И тут немножко промедлено. Смолов тут же. Кто-то из турецких игроков оказывается у него на ноге. И достаточно стабильно. Уже по первым минутам это видно, что Федор Смолов открывается в зоне лево атакующего игрока. И ему комфортнее, когда он имеет перед собой свободную зону. Понятно, что во флангах таких зон больше, нежели в середине. Да, турки тоже стараются играть очень плотно. Вот сейчас не точная передача. Наши перехватили. Зобнин. Разбегаются и налево, и направо. Но здесь на опережение играет Чаглав. Убирает мяч. И уже контратака может получиться. У турецких гордин. Наши четыре человека задержались в пушку. В половине поля. Но и турки не стали моментально доставлять мяч. Вот туда. Ворота Бакенфеева. Опять они пошли в позиционную атаку. Юсуф сместился налево. Сделал неточный пас. Смольницу его перехватил. Зобнин. Пошла атака. Сборная России. Жарков. Не удается пока разбежаться. Здесь уже перекрыто. Движение без мяча у турецкой сборной. Вполне себе. Не дают. Не дают пока особенно развернуться. Никого не упускают. За Смоловым вот то Сулунджу. Четвертый номер приглядывает. И то кто-то еще. Постоянно рядом с ним. И никак не удается пока он скользует. Вот Смолов налево и уходит. Игнашевич здорово. Головин. Ставит корпус. Налево можно сыграть. Там Жирков. Пошли в штрафную. Самедов. И Смолов. Головин. Прострел. Отбивают мяч. Турецкий игрок. Пожалуй, первое подключение Юрия Жиркова. Потому что у нас активные крайние защитники. Но в первой половине первого тайма они все-таки больше сосредоточены на своих оборонительных действиях. Мы видим повтор. Действительно. Больше мы атакуем через левый фланг на этих первых минутах. Утепов. Вся сборная России, кроме Акинфеева, на чужой плейгиполик. Игнашевич играет налево на Жиркова. Тут в касании с Головиным. И устремляется вперед, в том числе и Жирков. Головин на линии ворот. Подача. Смолов. Удается выиграть вверх. У Чаглара. Тут же вступаем в борьбу. Мяч удается отобрать. Смольников. Чуть не точно на Самедовой. Контратак турецкой сборной может получиться. Нарушает правила Газинский. Но, наверное, здесь это был филот. Абсолютно оправданно. Потому что, если бы удалось сохранить мяч, то на левом фланге... Сзади на игрока команды сборной Турции. Абсолютно справедливость. Фиксирован фолк. ОК. Это был пятый номер. Десятая минута. Первый канал. Россия-Турция. Счет пока не открыт. 0-0. Но как очень толко. Хасан Али. Капитан команды вводит мяч в игру. Продвинулись турки еще немного вперед. Пока у них больше держится мяч. Но сборная Турции – это команда, которая известна тем, что любит контролировать мяч. В любом составе. Простите, с любыми тренерами. Она именно в таком стиле играет. А вот сейчас прессингует. Здорово, Смолов. Чаглара, он там удается все-таки сделать передачу своему вратарю. Это Канайхан. Пас вперед. Не должно быть ничего случиться. Правда, приходится Акинфейн. Опытом. Хоть и молодые. 22-23 года. А с мячом сборная Турции на правом фланге. Это был Шенер. И вновь аут. А Юй Жирков действует максимально просто. Наверное, это правильно. Еще раз хочу сказать, что мы пытаемся отбирать мяч достаточно высоко. Но когда сборная Турции выходит с диагональными передачами в противоположную зону, сразу уже есть проблемы с высоким отбором. Поэтому это происходит ниже, как сейчас, например. Получится контратака. Головой играет Ширков. Здесь наш подхватывает мяч. Головин. По ногам. И штрафной удар. Все-таки очень активен Головин. С точки зрения движения постоянно вот он заметен. Постоянно он в лучшие события. Постоянно успевает. Ну да, он действительно... Уровень интенсивности, наверное, у него один из самых высоких. Не только среди наших футболистов, но и европейского уровня тоже. Хочу сказать, что большое количество фалов на первых минутах. Очень большое. Да, игра плотная. Игра вполне себе уровня боевого матча. Действительно, сборная Турцию тоже готовится. Она тоже ищет свое будущее. Ну а мы ищем не будущее. Мы ищем настоящее. Вот, да, ведь 5 фалов в исполнении сборной России уже было. И 4 у турецкой сборной. 9 штук за 20 минут. Действительно достойно. Да, но в этой связи еще важный момент. Понятно, что заключительная контрольная игра. Поэтому очень важно, конечно же, чтобы мы говорим про нашу сборную. Чтобы все ребята подошли максимально здоровыми уже к первому официальному матчу. В центре поля борьба. Головин. Дастся зацепиться за мяч. Так, Головин его похватывает. Пытается убрать. Не дается турецкий игрок. Но мяч остается у Жиркова. Смолов вновь открывается слева. Здесь же Головин. И тут немножко прометанил Смолов. И тут же кто-то из турецких игроков оказывается у него на ноге. Достаточно стабильно. Уже по первым минутам это видно, что Федор Смолов открывается в зоне лево атакующего игрока. И ему комфортнее, когда он имеет перед собой свободную зону. Понятно, что во флангах таких зон больше, нежели в середине. Да, турец тоже стараются играть очень плотно. Вот сейчас не точная передача. Наши переходили. Зобнин. Разбегаются налево и направо. Но здесь на опережение играет Чаглад. Убирает мяч. И уже контратака может получиться у турецких. Соперник тоже сосредоточен на обороне. Я думаю, что по крайней мере в первом матче на чемпионате мира соперник будет сосредоточен больше на обороне. Очень важно иметь индивидуально сильных игроков, которые могут обыграть один в один. Сейчас Алан пытался сохранить достаточно сложный мяч. К сожалению, не смог этого сделать. Не дойдет весь мяч до Смолова. Сильная получилась передача. И вратарь Серкан вновь разыгрывает его со своими защитниками. Сейчас 5 или 6 человек наших на чужой плейни поля. Правда, активного отбора пока нет. Вот сейчас выждали ошибку со стороны Саюнджу. Однако мяч от него ушел. Да, турки, турки будут в этот мяч в игру. Уже они это сделали. Вновь Чаглар. Пас вперед. Борьба. Кутебов хорош на втором этаже. Опять мы пытаемся прессинговать. И понятно, что это сделано. Очень большая ставка. И уже турки не так легко выходят под нашу прессингу и выполняют длинные передачи. Нарушение правил. 27-я минута идет в матче Россия-Турция. Веб-арена. Домашний стадион футбольного клуба ЦСКА. Четыре футболиста, которого сегодня в основном составе на поле в составе сборной. Атакуют. Атакуют сейчас Чингизов. Здорово играет. Головин отбирает у него место. Вперед. Далее на Жиркова. Двое рядом с ним. Надо с кем-то обыграться. Загон сюда зашел. Комбинирует наше в одно касание. Жирков. Прострел. Идея понятна. Не сумел до конца ее все-таки реализовать. По-прежнему мы более активно действуем. И через левую зону, где активно действует и Головин. И Жирков стал активнее подключаться к контакту. И Федор Смолов очень часто открывается именно в эту левую зону. Нартьем Цюба, как всегда, в хорошем настроении. Видимо, шутит. С партнером. Но, возможно, Дзюбу мы увидим на поле и во втором тайме. Мощный форвард. Великолепно играющий Головой. Но вот все-таки Черчесов дает понять, что Смолов, конечно, однозначно основной человек. Фигура важнейшая. Играет во всех матчах. В этом смысле. Сегодня у нас четыре клуба представлены игроками национальной сборной. Кроме ЦСКА, о котором мы уже говорили, это три игрока Спартака и два представителя Зенита и Краснодара. В основном составе не представлен. Ну, мотив чемпион страны. Ну, игроки этого клуба, если скамейки запасных, могут появиться по ходу встречи. Да, что любопытно, не представлен сегодня и чемпион Турции Галатасара. Удивительно, но Мерчел участку не вызвал в сборную ни одного игрока. Так что сегодня без чемпионов у нас и сборная России, и сборная Турции. Но наша правда пока. Сейчас попытка сборной Турции организовать атаку. Равная в целом сейчас идет игра. Очень плотная. Теряем мяч. Удара, тем не менее, не следует издалека. Турки тоже не, особенно пока стараются бить. Видимо, не рассчитывают Игоря Кимфеева. Смутить дальними ударами. Хотят разыграть как-то доверного. Доверного тоже пока наши не дают. Айхан. Передача в центр. Пятый номер. Окай переводит дальше. Игнов через левый фланг Турки действует. Смольников пытается закрыть зону. Подача. Выносит мяч Игнашевич, но выносит на Шенера. Шенера, но Бонапа уже убирает, как здорово, Головина. Чингис. Расстрел. Выбивать про надо мяч. А может быть и в контратаку даже удастся перейти. Пытались. Смот загоев мяч потерял. И тут же вновь пас. А тут а все. Да, и все опять повторяется то же самое. Сейчас, когда мы сделали более глубокий отбор, Роман Зоблин, к сожалению, потерял мяч. И после этого турецкая команда уже надолго завладела мячом. И пробовала всплысти через один фланг и через другой. Да, и видим, что опять положение вне игры. И очень четко работает и наша линия, и арбитр. Мы уже об этом говорили. Но вот как раз таки момент, когда Роман Зоблин здесь сейчас овладеет этим мячом. Ну и очень быстро мы его опять вернем сопернику. Отбираем мяч временами очень хорошо. Это касается и Зобнина, и Головина. Хотелось бы вот в качестве паса еще прибавить. А Кенфеев. А это футболист геннациональной сборной России сейчас перед вами. 8 июня женская сборная России проводит отборочный матч против англичан. На стадионе Сапсан-арена. А это второе поле локомотива. Так что приходите, поддержите нашу женскую национальную сборную. 30-я минута. Россия-Турция. 0-0. Последняя решающая контрольная игра перед стартом чемпионата мира по футболу. Все 64 матча в прямом эфире на Первом канале, на сайте Первого канала и в мобильном приложении. С огромным количеством дополнительных возможностей. Выбор камеры, выбор угла обзора. Так еще чемпионат мира вам не показывали. Заходите и наслаждайтесь. 14 июня стартовый матч. 17.30. Начало прямой трансляции на Первом канале. А сейчас у нас, вот вы видите, 47% владения мячом. Мне кажется, немножко подровняется. Да, если поначалу было понятно, что мы будем больше обороняться, играть в контратаках, то сейчас уже периодически и турецкая команда обороняется глубже, позволяя нам владеть мячом. Поэтому уже эти цифры, не говорится, как лимита, катастрофично большими. Всего 6% преимущества. Но еще раз повторюсь, пока щупаем на различные варианты, больше используя левую зону, как и в нынешней атаке. Ну и все-таки определенная осторожность, наверное, в действии команды есть. Я думаю, что после того, как ты проигрываешь какую-то контрольную игру, ты автоматически больше циклишься на оборонительных действиях. И об этом, прежде всего, говорят не такие активные атакующие действия наших крайних защитников. Потому что Жорков и Смолников могут это делать. А сейчас Чингис устремляется вперед. Тут очень четко против него было сыграно. Скорость потерял Чингис. И тут же Роман Жогнин его настиг. И уверенно, классическим образом выбил у него мяч. Семнадцатый номер Чингис Унбел, один из самых талантов, наверное, турецких футболистов, провел очень хороший сезон в составе итальянской Ромы. Правда, прям-таки стал открытием молодым этого клуба. Так что обратите на него внимание. А пока с мячом Шенер подача Акинфеев забирает мяч. Не впервые пришлось нашему фратарю взяться за дело. Смолников. Опять быстрые атаки не получаются. В итоге Газинский попал под прессинг и сделал неточный пас. Да, очень похоже. Потому что, когда пытаемся подолгу разыгрывать мяч, идет ошибка во владении. И надо перебегать всем, чтобы обороняться. В быстрых атаках действовать легче. Сейчас рукой себе подыграл уже турецкий футболист. Так что будет штрафной. Это был капитан команды как раз Хасан Али. Ну и наши через центр очередную атаку начинают. Роман Зобнин. Впереди есть только Смолов. Ширков пошел по левому флангу передачи. Не получил. Перевели на Смольникова. Открывается Газинский. Смольников вперед на Смолова. Сложно, конечно, было таким макаром в касании обработать мяч. Прокинуть его мимо защитника. Если бы получилось, конечно, было бы очень красиво. Сложная передача. Федя даже если бы прокинул бы мяч, вряд ли мог бы успеть сам на него. Потому что больше у него в спине никто не открывался. Загоев и Смолов прессингуют защитников турецкой команды. В итоге следует длинный пас, который Кутепов прерывает. Но Жирков уже под прессом. Вынужден играть на Кинфеева. Куфеев не рискует, выбивает вау. Отмечу положительный момент, что если бы поначалу матча турки пытались позиционно выходить из-под нашего прессинга, то сейчас уже, видно, подустали концовки первого тайма. И все время выходят длинными передачами. Кутепов чаще всего оказывается человеком, который эти передачи прерывает. Вот и сейчас он высокого роста. Потом Куфеев может, как опытный коллега, подсказать всегда. Где-то направить Кутепова. На путь истинный Юсуф перехватит. Здесь мяч впивает. Впивает сыграть Аккай. Думаю, сейчас будет дальний удар. Впивает под него лечь Газинский. Молодцом. И Ужирков, Куфеев, без проблем, мяч задержан. Да, сейчас такой момент. Как раз-таки было понятно, что если Самедов первый сыграет на перехвате, у нас бы открывались хорошие перспективы по поводу нашей атаки. Но так как это единоборство было проиграно, то уже у турков был оперативный простор для завершающего удара. И по сути, это вот первый удар под нашим воротом. Газинский молодцом успел его накрыть. Нашим тоже хотелось бы, чтобы уже отоварили наконец они Сиркана. Пока ни одного удара не было по воротам турецких команд. Пора, пора уже попробовать. Ну, не знаю, может быть, и даже где-то издалека, если пока нет возможности пробить из более выгодного положения. Два стандарта были. Иногда теоретически такой удар мог состояться. Но он не состоялся. Опять высоко пресимгуем. И опять посмотрим, как выйдет сборная Турции из этой ситуации. Вот, ошибаются. И можно бить. Алан Загоев. Передача. Со стороны. Гол. Александр Самедов открывает счет в конче на 36-й минуте. Вот он, наш прессинг. И вот он, гол Александра Самедова. Да, очень удачно сыграли в прессинге. В высоком, не первый раз. Если до этого турки выходили длинные передачи, то сейчас попытались сохранить мяч в достаточно сложном эпизоде. Произошел перехват, отбор, быстрая атака. И очень четкий завершающий удар Александра Самедова. Да, вот смотрите. Четыре человека атакуют. Не точная передача Чаглара. И тут же наши разыгрывают мяч. Не самый простой был завершающий удар Александра Самедова. Угол был достаточно острый. И вот он очень грамотно подсек мяч через вратаря в дальний угол. Поэтому здесь трехходовка Смолов, Дзагоев, Самедов сработала безупречно. Прекрасное завершение Александра Самедова. Хороший пас Дзагоева, Смолов и 1-0. Сборная России выигрывает у сборной Турции в контроль за матчем. Поймали соперника с одной стороны на ошибки, с другой стороны сами эту ошибку во многом спровоцировали. Мы видели, что у турецких защитников временами были проблемы с тем, чтобы под прессингом принимать правильные решения. И вот сейчас как раз-таки такое решение и не было. Прикто 1-0. 1-0 наши повели. С мячом Юсов падает. И цыган назначает штрафной. Похоже, все-таки задержка была. По крайней мере, орбита именно ее увидела. Хочу отметить, что очень высокий уровень эффективности, потому что по существу первый же удар завершился результативно. И это радует, потому что достаточно сложно создавать моменты непрерывно. Поэтому если мы покажем такой же уровень результативности и эффективности на чемпионате мира, это будет просто великолепно. Да, конечно, очень хотелось бы, чтобы в завершающей стадии мы действовали с высокой эффективностью. Это очень важно. В чемпионате мира редко бывает много моментов. Редко бывает возможность исправить ошибку незабитого, выгодного момента. А сейчас Юсуш, один спиномер, все тот же у мяча. Похоже, собирается бить. Удар очень высоко. Стерпу, конечно, перекинул, но и ворот. Быстро разыграет мяч Акинфеев, если бы получил этот мяч Головин, могла что-то получиться. Увы. Да, Игорь пытался быстро вести мяч в игру, потому что длинные передачи не всегда бывают эффективны. Поэтому такая передача во фланг, свободную зону, да, был риск, передача достаточно сложная. Но, мне кажется, он был достаточно оправдан. Акинфеев же всегда славился умением здорово вводить мяч в игру и руками, и ногами. Вообще, особенность современных вратарей Акинфеев был таковым еще 10-15 лет назад. Ну, да, сегодня уже все новые поколения прекрасно играют ногами. Игорь очень яркий представитель этого поколения. Пас назад, приходит вратарю убегать, потому что пас был недостаточно точный. Все точно, кстати, Чаглар его отдавал. Продолжает работать наш прессинг. Не могу сказать, что он прямо осуществляется очень большими силами, но даже трех человек в высоком прессинге часто бывает остаться. Вот, пожалуйста, еще штрафной Газинский сейчас его зарабатывает. Ну, наверное, сейчас увидим вновь Александра Самедова у мяча. Это его точка. Кутепов, Игнашевич. Хорошо, сейчас, конечно, под конец тайпа еще какой-нибудь моментик со стандарта организовать. Тем более, что первые два были вообще не бездарные, вполне даже перспективные. Долго устанавливается мяч. Потому что понятно, что стандарты – это всегда шанс. Самедов будет подавать. Игнашевич опять взорвен на дальний штамп. И обратите внимание, вот туда он бежит. Подача. Зацепились за мяч. Будет удар. Турки слегка паникуют и все-таки выбивают мяч. Штрафной Головин. Самедов. Сыграл с Газинским. Не в руку ли там попал мяч турецкого игроку. Необходя пока отыграть. Головин. Штрафной. Нет, в мяч показывает судья сыграно. Правда, перехватывает тут же мяч Смольников. И еще один темп нашей атаки. Цагоев. Канайхан переигрывает его в этом эпизоде. Скорее, арбитр не видел эпизода с Головины. Мне показалось, что было нарушение правил. Просто судья как раз-таки менял свою позицию. И располагался в этом эпизоде спиной к моменту. Динамичная была атака. Много чего там произошло. Ну, а здесь Кенан просто своротил Романа Зобнина. Здесь очевидно. В этот момент с Головиным. Да, конечно. Не в мяч все это было сыграно. Ну, вот, скажем так, второй ногой, левой ногой он попал в опорную ногу Головина. И, конечно же, было нарушение правил. Но это, пожалуй, первая ошибка арбитра в этой встрече. Пытаются наши активно проводить концовку. Остается пять минут до перерыва. Может, минуту судья давать. Хотя не сказать, что много остановок. Не было, к счастью, никаких травм. Врачи не выходили на поле. Газинский, прострел, Загоев. Это был пас или попытка все-таки себе мяч подработать? Сложно сказать. Потому что очень мало было времени для принятия решения. И в любом случае надо было пытаться обработать. И получилось, что этот пас или обработка тоже было вторично. Газинский взял игру на себя, но не сумел обыграть защитника. Нарушение там тоже судья Видео Хацага не зафиксировал. И сейчас уже турецкая команда завладела мячом. Чингис сыграл назад. Открывается Шенер на правом фланге. И запускает мяч в штрафную. Тут все схвачено. Смольников. Ну, вот он чуть не точно опять сыграл. И опять пошла атака турецкой команды. Вновь на мяч и вновь Кутепов. Правда, на этот раз вырыгнут на угла. Но достаточно надежно мы играем в обороне в первом тайме. То есть каких-то таких значительных сложностей сборная Турции нам не создала. Это хорошо. Но если говорить уже по большому счету, то опять же выход из глубокой атаки достаточно проблемен. Сейчас тоже Смольников ошибся в этой передаче. Не первый раз видно, что у нас есть проблемы с началом и развитием атаки, если мы овладеваем мячом ближе к своим воротам. Угловой. Турки большинство угловых разыгрывают. И вот сейчас будет, видимо, подача в штрафную. Навес. Жирков выбивает. Мяч пока остается у соперника. Чаглар не точно. Контратака. Жирков вперед на Головина. Выбегает из ворот в вратарь. И, смотрите, сумел сыграть Голову. Быстро попытается сейчас Загоев, наверное, ввести мяч в игру. Правда, вратарь уже вернулся на свое рабочее место. Саркан. В Смолов. Хороший пас. И там Смольников подключается. Удар Александра Самедова. Хорошая атака. Всегда характеризуется хорошая атака, когда есть несколько вариантов для выбора. А сейчас потерял вновь мяч Юрий Гозинский. В результате и там свободная зона у нас есть в обороне. Турки пока мельтешат. Юсуф успевает наши вернуться. Хорошо, что сейчас не наказали за эту потерю мяча. Было неприятно. Навес Шанера. Кутева проигрывает сейчас вверх. Каравану. Но мяч идти прямо в руки вратарь. Да, сейчас неприятных было два момента. Первое. Турки могли провести быструю атаку. Но они почему-то выбрали вариант с позиционным нападением. И все-таки с фланга удалось продавить нашу центральную зону, нанести удар. А теперь мы сходу уже начинаем атаковать. Тут Загоев и Смолов. Смолов. Слева есть головой. Пас над Загоева. Не было положения вне игры. Чуть-чуть бы еще и мог успеть к этой передаче Алан. Хорошая атака. Вот сейчас мы видим повтор. Федор Смолов отдает очень хорошую передачу между ног игрока соперника. Алан открывается активно в позиции форварда. Ищут они взаимодействия. И понятно, что уже не так много времени осталось. Но игроки высокого уровня оба надеются, что смогут быть эффективными вместе. По сути, ведь Загоев в качестве второго оттянутого форварда у нас в этой серии играет. Да, да, он именно играет. Именно в этой позиции. И вновь в прессинг. И опять, смотрите, неточная передача от Айхана пошла. Газинский. Последние два-три раза, мне кажется, передерживает мяч. Что-то сам может пройти, а там народу много. И вот, смотрите, Черчесов там активно довольно ему, похоже, подсказывает. Да, и опять же, еще раз повторюсь, что с высокого отбора, вот как и сейчас, судья, к сожалению, зафиксировал нарушение правил Романа Зобнина. Но вот попытки отобрать мяч максимально высоко, на чужой половине поля, они очень эффективны. Даже если в какой-то момент есть риск нарушить правила, очень спорное нарушение правил. И самое главное, что если здесь действительно отобрать мяч, то это очень перспективный вариант. Да, мы его забили именно с отбора, который произошел после штрафной площади команды соперника. И все атаки в первом тайме, которые были с какой-то остротой. И эпизод, когда Смолов не отдал передачу в правую зону на набегающего от Загоева. То есть все эти атаки были именно после высокого отбора. Вот видите, получается, прессинг это наша сила, поскольку в контратаках моментов мы пока не создаем. Вот эта длинная передача с выходом в вратаря. Разве что с позиционным наступлением тоже пока не все складывается. Но вот если удается отобрать мяч близко от ворот соперника, тогда все хорошо. И вот, собственно говоря, 45 минут истекли. Сборная России после первого тайма в контрольном матче Россия-Турция выигрывает у сборной Турции со счетом 1-0. Гол забил сопередача Алана Загоева Александр Самедов. Вот он перед вами, 19-й номер. И сборная России в целом, думаю, давно быть довольно как минимум результатом этого первого тайма. Ну и по игре определенные моменты, которые были, также присутствуют. Это страсть. Мировой футбол с 14 июня на Первом. Итак, 1-0 в товарищеском матче России-Турции. Итоги первого тайма подводим вместе с Георгием Джики, защитником нашей сборной, который продолжает восстанавливаться после травмы и сейчас помогает нам в качестве эксперта Первого канала. Георгий, ну мне кажется, хорошие должны быть впечатления. После первого тайма забили гол и сделали это благодаря прессингу, который показывали на протяжении всей первой половины. Здрасте, да, на самом деле, хорошую атаку провели быстро. Хорошо Смолов мяч отобрал, затем отдал пас над Закоева, затем пас вперед на Самедова и Самедов прекрасный гол забил. Поэтому, что касается игры и вообще отбора и прессинга, то ребята очень хорошо отбирают мяч в средней зоне и достаточно стараются вперед быстро выходить, что пару раз мы увидели с вами за первой тайм. Перешли на новую тактику с двумя центральными защитниками. Мы в матче с Австрией попробовали сегодня снова. Насколько сложен этот переход? Сегодня пока практически безосыбочно выглядит пара Игнашевич-Кутепов. Да, что очень важно, они сегодня играют очень надежно. И что касается профессионализма Игнашевича, то он и в два играет, и в три. То есть у него особо таких проблем нет. А что касается Кутепова, то в клубе тоже он играет в два защитника. И поэтому никаких трудностей возникнуть не может. Александр Головин сегодня играет на левом фланге. Можно сказать, что он, наверное, главный системообразующий игрок нашей сборной в построении атак. Не ограничивает ли это его потенциал, когда он отправляется на край? Ну, безусловно, он лидер и клуба, и сборной, да. И то, что он сегодня играет чуть левее, мне кажется, наоборот, для него это небольшое преимущество. У него есть больше времени смотреть вперед. И он также может сместиться и прекрасно пробить. Поэтому я думаю, что это такая задумка тренерская, которая имеет место быть. Довольно часто мы начинаем атаки с длинными передачами, когда впереди один Федор Смолов. Насколько это логично и, в принципе, может ли он за такие мячи цепляться, как обычно Черчесов предлагал строить такие атаки, когда еще вы были в сборной? Ну, безусловно. И нужно учитывать тот момент, что и защиту, и вратаря прессингуют тоже. И поэтому приходится иногда выбивать мячи. Поэтому в этом нет ничего плохого. Наоборот, нужно за них цепляться и подбирать эти мячи. Это тоже определенная такая тактика, так скажем, которая имеет место быть. Ждем второго тайма, ждем успеха нашей сборной во втором тайме. 1-0 матч Россия-Турция. Георгий Жик и Павел Заносин для вас подвели итоги первой половины. Первый зарубежный визит после переизбрания. Большие переговоры Владимира Путина в Австрии. В центре внимания – восстановление полноформатных отношений России и Европы. Били по площадям правозащитники обвиняют США и западную коалицию в разрушении сирийской раки и гибели тысяч мирных жителей. Телефоны не смолкают ни на минуту. Вопросов президента уже за миллион двести. Что больше всего волнует людей? До начала прямой линии меньше двух суток. Море огня и пепла жертвами извержения вулкана в Готемале стали десятки человек. Спасатели не теряют надежды найти под руинами уцелевших. Большой футбол приходит в Сочи. Зачем на легендарной Олимпийской арене дуют на траву и для кого приготовлены сотни килограммов особого льда? В нерезиновой Москве растяните удовольствие. Арбат Ресквер. Первый канал продолжает прямую трансляцию со стадиона Веб-арена в Москве. Станислав Черчесов и его команда сборная России проводят последний контрольный матч перед стартом мирового первенства. После первого тайма 1-0 сборная России выигрывает. Александр Самедов с передачи Алана Дзагоева забил единственный гол в этом матче. И мы похвалили сборную России за хорошую реализацию. Да, действительно, реализация была очень высокая. По существу единственный удар не только в створ, а вообще в сторону ворота превышился голом. Поэтому пожелаем продолжить такой же высокий уровень реализации, эффективности, но и самое главное во втором тайме не только до конца сбалансировать еще какие-то, может быть, остатки, которые можно это сделать, но и главное пожелание все-таки обойтись без травм. Последние наставления игрокам сборной, последняя разминка перед началом второго тайма. У сборной Турции уже, видно, готовится замена. По крайней мере, да и не одна, там уже несколько человек готовятся выходить на поле. Думаю, что у нас как раз этот состав еще поиграет. Потому что наверняка захочет Станислав Черчесов его испытать. Но вот Сергей Семак, которым здесь все, разумеется, фотографируются, человек, который только что был назначен новым главным тренером Санкт-Петербургского «Зенита». Успехов Сергея Богдановича. Да, Сергей Богданович вызывает у всех только положительные эмоции, чувства. Абсолютно заслужил этим своей карьерой и игрока, и тренера. Поэтому можно пожелать ему всесторонней удачи. Юнус Малы под девятнадцатым номером появится на поле. Еще один представитель Бундеслиги в составе турецкой команды. Он выступает за клуб «Вольфсбург». Ну и это игрок атакующего плана. И еще одна будет замена. Мехмед Топал – самый возрастной игрок сборной Турции. Капитан команды, когда на поле. Вот, собственно, ему эту капитанскую повязку, как мы видим, уже и надевают на руку. Так что сейчас сборная Турции выйдет в измененном составе на второй тайм. Две замены, как минимум, мы уже увидели. Пятнадцатый номер Мехмед Топал и девятнадцатый Юнус Малы. Ну а видео Хацеган, главный судья сегодняшнего матча из Румынии, уже готов дать свисток о возобновлении матча. Итак, второй тайм. Борная России в красном, сборная Турции в белом и составы команд. Сборная России в неизменном. Пока что на составе Игорь Акинфеев защищает ворота. Капитан команды, первый номер в центре обороны. Илья Кутепов, двадцать девятый, и Сергей Игнашевич, четвертый. По флангам справа, двадцать восьмой Игорь Смольников. Слева играет Юрий Жирков, номер восемнадцатый. Первая атака турок ничем не заканчивается. Далее опорные полузащитники сборной России. И вот знаете, как Станислав Черчесов беседует с Федором Смоловым. Еще раз смотрим. Гол, который забила сборная России. Смолов, Загоев и Александр Самедов. Все красиво, все здорово. Ну и реакция нашего главного тренера. Итак, сорок седьмой Зобнин и восьмой Газинский. Центральные полузащитники. Слева играет семнадцатый Александр Головин. Справа автор гола девятнадцатый Александр Самедов. Девятый Ален Далант Загоев. И десятый Федор Смолов. По сути, это два нападающих команды, которые тренирует Станислав Черчесов. Сейчас разберемся с турецкими заменами. Кто кого заменил. Ну и представим и состав турецкой сборной. Хотя он нас, в общем, волнует несколько меньшей степени. Второй тайм начался так же, как и первый. Турки пытаются владеть мячом. Мы высоко прессинговать. Они выходят длинными передачами. Сейчас прессинг наш оказался успешен. Передача, к сожалению, положения вне игры. И действительно, Федор Смолов, на мой взгляд, немного оказался в положении игры. Сейчас, я думаю, что мы увидим повтор и уже сможем убедиться, насколько был прав арбитр в этой ситуации. По первому тайму было приятно, что сборная России, в общем, добавила темпа в концовке. И, в общем, последние 10-15 минут провела в хорошем, действительно, темпе. Да, и мы перехватили владение мячом, уравняв этот процент. Поэтому концовка первого тайма действительно была ударной. Надежно играет Смольников. Попытался взять для себя игру только что высший на поле Юнус Малы. Но четко сыграл Смольников. Вот он, 9-12 номер. Попытался сыграть до опережения. Смольников четко, видите, поставил ему в спину. И все, на этом вся атака турецкой сборной закончилась. А это вот эпизод со Смоловым. Ну, кстати, офсайд и такой. Ну да, скорее всего, не было положения вне игры. Потому что по второму, который мы увидели, видно, что, может быть, арбитр впервые в этой встрече ошибся. И я имею в виду, лайн-замею, вот это все. Ну, имеется, замены будут и еще. Турецкая сборная очень активно экспериментирует. Мерча Лучевку пробует и новых футболистов. И оценивает ветеранов, с которыми он еще готов работать. Вот что им сейчас, Мехмед Топал. Он увиделся, вышел на замену. А пока опять с мячом Малы активно. Он довольно-таки вышел на бой. Третий номер. Хасан Али, капитан в первом тайме. Теперь уже не капитан. Но Малы тот в штрафную. Не было офсайда и угловой будет возле наших ворот. Когда мы поговорим про замены, больше, конечно, интересует, какие замены будут в составе нашей сборной. И когда они будут. Потому что, если замены будут ближе к концовке, это будет означать, что наш тренерский штаб определился со стартовым составом на первую игру. Угловой удар. Турки, как обычно, разыгрывают. В первом тайме практически все, по-моему, за одним единственным исключением, они вот так вот разыгрывали. Навес от Ченкиса. Мяч не покидает пределы поля. А, кстати, по-моему, все-таки так это и произошло. Вообще, лучше свисток прозвучал. Чаглав не понимает, что произошло. Именно его неточную передачу сумели перехватить российские футболисты в момент гола. А здесь он просто подтолкнул спину. Да, здесь было нарушение правил. Толчок спины. Именно это зафиксировал румынский арбитр. Какая же пропасть по возрасту между Чагларом и Игнашевичем. В принципе, Чаглар практически у любого игрока, который на поле пропасть по возрасту с Игнашевичем. Поэтому, я думаю, что какого-то отдельного игрока приводить в пример не имеет смысла. Да, единственное, Мехмед топал, пожалуй, что он исключение. Ну и, может, вратарь сборной Турции Саркан Крымтал. Довольно много нарушений. Мы это уже отмечали в первом тайме. Плотная идет игра. Сейчас вот Краков не слишком четко сыграл. По крайней мере, с точки зрения правил передачи налево. Али. Передача дальше на Карамана. Караман на поле остался. Он был единственным нападающим в Турции в первом тайме. Не вижу я Юсуфа, одиннадцатого номера, который был очень заметен. Но в первом тайме вот Малун, собственно, его и заменил. Эх, здорово играет Зобнин. Неприятная была передача. Головин пытается на скорости уйти от Окая. Ну и, по-моему, было нарушение правил. Более того, видишь желтую карточку. Первая часть начали матч. Первая желтая карточка, потому что головин видно, что имеет большое преимущество скорости почти в любом эпизоде. Как раз-таки фланговая позиция позволяет ему иметь свободное пространство и реализовывать это преимущество. И сейчас был очередной фол со стороны игрока сборной Турции. Судья, повторяюсь, очень четко работает. Большое количество фолов несколько разбивает игру на эпизоды, потому что надо установить мяч, надо отойти назад. Вот поэтому, может быть, динамика немного теряется. Но такова ответственность заключительного контрольного матча перед чемпионатом мира. Боевые условия действительно сегодня у сборной России. Смольников, открывается Смолов и все-таки попадает в положение вне игры. Пытался он ускользнуть из этого офсайта, но в какой-то момент все-таки, видимо, в нем задержался. Давайте смотреть повтор. Да, здесь вопросов к арбитру вновь, надо сказать, нет. Был бедок в первом тайме, когда мог он назнать штрафной за фолл против Коловина. Но в целом, качественное судейство мы увидели в исполнении Авидио Хацегана. Федор Смолов по-прежнему пытается получать мячи во фланговых позициях. Видно, что ему нужно пространство. Он пытается использовать свою высокую скорость, дриблинг. Если в первом тайме больше он смещался в левую зону, то сейчас уже второй эпизод. И в втором тайме когда-то пытаются получить мяч правее. Три замены таким образом у сборной Турции. Малуи вместо Кахве Джи, который играл под 21 номером. Озьякуб. Огусхан Озьякуб под 8 номером также появился на поле. Вместо Тагдемира. И Мехмед Тапал вместо Юсуфа Языджи. Вот три, соответственно, изменения произошли в турецкой команде. Таким образом можно наполнить их состав. Серкан 12 номер в воротах. Шенер 2-й, 3-й, Хасан по флангам. Чаглар 5-й номер. Окай и 22-й Канайхан в основном действии в его вороне. А с мячом Александр Саменов. С 0-й к 2-й подключает. Это пас в центр. Чуть сильнее, наверное, чем хотелось бы. В итоге только Головину вбивает к этому мячу на 53-й минуте. Головина идет в центр. Подача! Здорово! Загоев выходил головой на этот мяч. Алан забивал головой. В том числе это было и на кругах турнира. Сейчас очень хорошая была атака, потому что Журков забегал в левой зоне. И защитник вынужден был реагировать на него. За счет этого Головин ушел в середину. Выполнял очень сильную передачу. И завершали Смолов и Загоев. Поэтому атака такая с логическим завершением. Немного неточный прострел. Но так как по модели выстроена была абсолютно правильно. 15-й номер турецкой сборной, вышедшей на поле Мехмед Топал. И 17-й Ченги Сундер в середине поля. Теперь действуют в центральной зоне. Ну и в атакующей группе Караман, вышедшей на поле Маун. И Озьякуб. Вот новые игроки, которые появились на поле. Вот сейчас пытается Караман выпросить. Судьи штрафной не выходит. То есть жестко как сыграно против Загоева. Опять можно играть, показывает Хацеган. Мяч тем более оставался у россиян. Топал. Элегантно обработал мяч. И Алан Загоев получает от орбитра предупреждение. Сравнялись в этом компоненте. К счастью, пока не сравнялись по счету. Но опять же большое количество нарушений правил. Тенденция первого тайма сохраняется. Большие паузы. Несколько теряется динамика игровых действий. Но каждое решение орбитра абсолютно справедливо, как сейчас. Опытный судья, Видео Хацеган. В Лиге чемпионов работает и на матчах национальных сборных. Так что авторитетная фигура. Турки продолжают довольно много владеть мячом. А так и было и в начале второго тайма. И первого тайма. Вот уже Якуб поучаствовал. Восьмой номер через правый фланг пошла. Атака там Ченгиз. Здорово сыграл направо. Шенер. Наши в центре держат оборону. И Кутебов уверенно играет головой. А вот Загойф ошибается. Теряет мяч. И вновь, вновь турки. Подходит к нашей штрафной. Малы. Али. И вновь дело заканчивается. Углов. Достаточно спокойный. В первом тайме Юрий Журков дважды выбивал мяч на угловую. Сейчас это сделал Игорь Смольников. Значит, мы уверены, что стандарты сборной Турции не доставят нам больших проблем. Ну, как раз сборная Турции не относится к числу высокоросных команд. И главы неосновом разыграли. Сейчас, правда, идет подача. Мяч выбег. Это Тернетрос Газинский. Хорошо сыграл. Малы. Техничный игрок. Умеющий в пас сыграть. И атака продолжается. Подкат. У Смольникова четкие. Заслуженные аплодисменты болельщикам. Да, пока нет особых претензий к нашим бронетным действиям. Очень четко, уверенно играют защитники. Как индивидуально, так и в целом. Акинфеев заберет мяч. Здесь был отскок. Ну, конечно, Братарь должен был все сделать. Что приятно. В первом тайме многое наша оборона позволяла туркам создать. Акинфеев практически не вступал в игру. А сейчас Жирков желтую карточку. Получает опасная игра. Высоковат ногу задрал. Судья тоже, видите, и желтый. И дает прямо вот как будто это настоящая игра. Может быть, даже чемпионата мира. Ну, это не игра чемпионата мира. Но это точно настоящая игра. И сейчас арбитр дал свисток. Потому что очень опасная атака развивалась в сборной Турции. Но он посчитал, что может быть травматичная ситуация. Поэтому остановил игру. Хотя прекрасно видел, что сборная Турции владеет мячом. Имеет возможность для проведения устой атаки. Да, вот так вот. За 10 минут второго тайма уже 3 желтые карточки. Показал Авидео Хацеган. В первом тайме не было ни одной. Подкат Жиркова, который мяч уходит за пределы поля. Сыграны 11 минут во втором тайме. По-прежнему 1-0. Сборная России выигрывает у сборной Турции. Гол забил в первом тайме Александр Саметов. Вот нам напоминают о заменах. Вот у нас номерных имеет Топал. Один из тех, кто вышел на поле. Центральный защитник, капитан турецкой сборной. Здесь мяч уходит за пределы поля. Турки, при том, что мяч держат много. В общем, нельзя сказать, что предлагают что-то чрезвычайно сложное. Достаточно сложно атаковать в позиционном нападении, в постепенном нападении, которым пытается играть сборная Турции. Надо иметь все-таки очень высокий индивидуальный уровень игроков или высокий уровень сыгранности. Что в сборной Турции молодой команде, где игроки многие вызваны в первый или во второй раз достаточно сложно сделать. Поэтому тот вариант игры, который они выбрали, он может быть в перспективе и принесет им какие-то большие дивиденды. Но пока это не происходит. Пока у нас борьба в середине поля. В борьбе наша сборная в целом чувствовала себя неплохо в первом тайме. Сейчас проиграли. Правда, это эпизоды. Тридцать игрока сборной Турции. Идук, как они ударили. Ух ты! Вот это удар. Это тот самый Чингисундер. Молодой совсем игрок Ромы. Раскачал защиту и пробил. Это опасно. Это очень опасный атак. И опять же мы говорим, что опасность возникает только после быстрых атак, каких-то потерь, когда возникают свободные зоны. Как и сейчас. Достаточно опасная атака. Пробил не опасный. Да, удар с первого взгляда смотрелся красиво. Но на повторе мы видим, что очень далеко от ворот на самом деле. Мяч пролетел. Наши борьбы вступают в борьбу. Хорош Гозинский. А что дальше? Четверо наших впереди. Подключается Смольников. Подача. Айратальнюю. По-моему, немножко не поняли сейчас друг друга. Да, опять же, длинная передача. Достаточно сложно нам выигрывать длинные передачи непосредственно, чтобы сохранять этот мяч или выигрывать вверх. Но хорошо сработал на подборе Гозинский. Тут же отдал передачу на Смолова. Прошла дальше передача на Смольникова. И прострел мог быть повыше по качеству. Но опять же, атаку можно, безусловно, занести себе в актив. Отбор злобнее, но впевает... Нет, не впевает. Мяч у Самеда все-таки пересек мяч. Линию ворот, быстрой атаки здесь не удалось. А Лучевску в своем репертуаре, я смотрю, общается с резервным арбитром довольно активно. И с помощниками своими. Когда тебе за 70 несколько сложновато уже поменять стиль и поведение, и оценки самого эпизода. Да, один из самых возрастных тренеров в мировом футболе. Мне вчера Лучевску где только не работал. Только в сборной Бразилии сейчас 5 или 6 человек, которых он подготовил в качестве главного тренера Шахтера. Ну, сейчас он сам об этом очень любит, разумеется, рассказывать. Пока проиграть. Есть чем гордиться, безусловно. Найхан. Хорошо его сейчас вынуждают наши сделать вперед, чем назад вратарю. Серкану тут просто вперед. Как-то неожиданно получилось, что Малы получает мяч. Наши раступились. Малы. Удар. И счет становится 1-1. Вот Терраса. Из ничего. Да, мы говорили о том, что хорошо прессингуем, и что длинные передачи безадочные, которые идут, особой угрозы не таят. Но вот эта передача как раз-таки пошла в спину Кутепову. На мой взгляд, Илья не совсем правильно занял позицию, выдвинулся достаточно высоко, свою зону оголил. В данном случае пошла передача ему в спину. Смольников уже не смог сузить в этой ситуации. Ну и надо отметить прекрасный завершающий удар, потому что ему такая была прям сильная атакующая позиция. Очень хорошо пробил. Противоход в дальний угол с отскоком от земли Игоря Кенфееву. Очень сложно было выручить в этой ситуации. Юнус Малы сравнивает счет. Я даже не уверен, что вратарь делает передачу осознанно. У нас первая замена тем временем. Вместо Алана Цзагоева, игравшего под девятым номером, на поле появляется под пятнадцатым номером Алексей Миранчук. Чемпион России в составе московского локомотива. Локомотива замена по позиции. Замена по позиции. И первая замена это практически всегда тренер. Тот вариант, который обдумывал, он потом его использует, если он не выбрал именно этот вариант. Поэтому я думаю, что тренерский штаб думал между Загоевым и Миранчуком. И, наверное, этот вопрос остается на первую игру. Кто будет играть в стартом составе под Федором Смоловым или Алексей Миранчук или Алан Загоев. Вот сейчас у Миранчука 30 минут есть, чтобы себя проявить. Поскольку счет 1-1, и, соответственно, очень хотелось бы увидеть еще голы-легалы в исполнении российской сборной. Обидный, безусловно, мяч пропустили. Вроде бы ничего не предвещало такого поворота событий. Выбивал мяч вратарь. Оп. И он у Смолы уже забивает. Пробил здорово. Ничего не скажешь. Причем из-за штрафа. Хорошо, и, действительно, вратарь просто выбивал мяч максимально в длину, делая длинную передачу. Пытаясь уйти от прессинга, но получился голевой пас. Ну, и вот сейчас опять Сиркан с мячом. Прессинговал его головин, выдвинувшийся вперед в этом эпизоде. Мяч у нас. Зобнин, аккуратнее. Два защитника перед ним. Зобнин успевает этот мяч себе забрать. Сейчас уже штрафный удар в исполнении российской сборы. Ну, что ж, первая замена. Ну, и Миранчук с новыми силами и со своим мастерством может тоже что-то сейчас придумать. Да, здесь Зобнин. Зобнин, конечно, хорошо борется. И мяч так просто никому не отдают. Не отнять. Пошла атака. Миранчук пока еще не вошел. Неудачно обработал мяч. Пошла и сейчас контратака правым флангом исполнение турецкой сборной. Наши успели вернуться. Но слева есть там подключение. Атака. Прошла передача в штрафную угловой. Очень опасная атака. Опять же, как только появляются зоны, любая из команд пытается это использовать. Сейчас Илья Кутепов очень хорошо подстраховал в этом эпизоде. Вот проникающая передача в спину Сергея Игнашевича. Илья Кутепов в подкате. Очень удачно и правильно действует. Быстро среагировал и абсолютно четко сработал. Да еще и успел мяч попасть в Юнуса Малы. Поэтому даже у главного сборной Турции в этом эпизоде не заработал удар от ворот Игоря Кенфеев. 63-я минута. 1-1. В матче Россия-Турция. На гол, забитый в первом тайме Александром Самедовым, ответил вышедший у турок на замену Юнус Малы. Получив голевой паст непосредственно от своего вратаря Серкан. Сейчас очень интересное тактическое изменение. Потому что, когда играл Алан Загоев, любая длинная передача, Федор Смолов пытался бороться вверху. А уже Алан Загоев реагировал на зону подбора. То вот сейчас первая длинная передача. И уже Алексей Миранчук вступает в верховую борьбу. А Федор Смолов подстраивается под отскол. Газинский потерял мяч. В первом тайме тоже у него были определенные проблемы. Несколько потерь совершил. И вот сейчас тоже вынужден был расстаться с мячом. Партнера подстраховали. Смолов отошел назад. Делает передачу на Смольникова. А Кенфеев направо. Там Самедов. Но придется бороться. Так просто здесь мяч сохранить. Турки его перехватили. Топал. Шоточков передачу сделал. Ну и вот тут уже Газинский. Немножко натрабатывал. Топал очень опытный игрок. С очень хорошим пониманием. В первую очередь футбола. Поэтому от него, конечно, явных ошибок вряд ли дождемся. Но вот прессом, прессингом скоростью можно. Можем с ним работать. То, что мы видели в конце первого тайма. Сейчас хотелось бы увидеть вновь показ вечер Кутепов. Газинский открылся. Кроме этого, можно еще поразмышлять о возможных заменах. Я думаю, что вполне Далер Кузяев может появиться в центральной зоне. Потому что это игрок, безусловно, основной обоймы. И в заключительной игре перед официальным матчем. Игрок, который наверняка будет в обойме на чемпионате мира. Я думаю, что может появиться на заболевом поле. Чуть не точный пас. Чаглав тут же сыграл на опережение. Мне бы интересно было посмотреть на Чевышева. Но пока у Муслана Шерчеса довольно редко появлялся на поле. Сейчас мячом Головин стремляется вперед. Наши Головин. Удар. Рикошет. А там нельзя было трогать мяч Миранчуку. Да, и он, собственно, все сделал, чтобы самоустраниться из эпизода. Потому что там мог быть офсайт, если бы он сделал шаг и попытался сыграть этот мяч. А так все-таки угловой. Видим повтор. Всегда очень опасно, когда Александр Головин уходит под правую ногу. У него очень быстрый удар с короткого замаха. Причем он может бить и в противоход, и в дальний угол, и прямым ударом, и с вращением. Поэтому сейчас немного повезло турецкой сборной, что успели накрыть этот удар. Видите, первый угловой. Фору сборной России будет подавать. Были стандарты со штрафой. Сейчас угловой в исполнении Юрия Жирко. Уверен на выходе играет Сыркан. Не такой уж простой был мяч, но мы видим, что очень уверенно 33-летний вратарь здесь сыграл. Третий матч всего проводит турецкую сборную. Вратарь он не основной, но, видите, даже успел отметиться гаевой передачей. Налево пас. Не стал трогать поначалу этот мяч Смольникова. А Малый, конечно, добавил, надо сказать, там огоньку турецкой атаки. Очень активен. Все время берет на себя игру. Смольникову с ним не так просто сейчас. Сейчас могут пойти уже постепенно разрывы в линиях, потому что игра уже переваливает ближе к концовке. Поэтому всегда очень интересно, как команда держит баланс в последние минуты. Это говорит о классе команды. Уборная Россия будет вводить мяча в мяч из-за боковой. 67-я минута. Практически уже середина второго тайма. 1-1. Смолов. Семьюсь выиграть мяч. Борьба. Канашевич. Безинский. Придача не точная. Канайхан сыграл направо. Головин по-прежнему очень активен в отборе. Друг держит мяч. В центре поля выдвинулся. Пятый номер Окай. Наши его атакуют. Окайс играл стопалом. А по ногам. Чингис упал. А вот, собственно, и топал. Получает мяч. Хасан Али. И вновь Малы остается на этот раз. Ходит в двух фразильских игроков. Делает пас. Остается мяч у Зьякуба. И опять дело заканчивается на этот раз. Правда, не уголовым, а Аут. Исполнение, по-моему, сборной Турции. Что банит вообще, собственно говоря, положение вне игры. Я думаю, что там появилось, что мяч вышел за лицевую линию. В завершенном эпизоде. Вперед пошел Юрий Жирков. Хороший оперечек. Головин. На вес. Чуть-чуть бы еще больше времени было у Головина. Уже все-таки он отдавал передачу, когда совсем заканчивалось пространство. Когда там сложно было, там скорее вопрос стоял в том, что сможет ли он вообще сохранить мяч в поле. Вот мы видим эту атаку. Открывает Александра Головина. Пытается вывернуть стопу левой ноги. Ему это удается. Но, конечно, на такой мяч сложно вцепиться. 14 июня. Матч открытия на Первом канале. Россия-Саудовская Аравия. 17.30. Начало трансляции. Все 64 матча чемпионата в прямом эфире на Первом канале. На сайте Первого канала. И в мобильном предложении с многочисленными дополнительными фишками. Ну и, конечно, в прямом эфире на Первом матче фаворитов. Германия, Испания, Франция, Бразилия, Аргентина, Месси, Роналду. И все, и все, все, все. Вот уже скоро начинается чемпионат мира по футболу. А сборная России получает право на штрафной. У мяча Самедов и Жирков. И очень, может быть, опасный момент, если удастся Самедову вот этот вот такой короткий навес. На голову кого-то из высокорослых наших защитников. Защитников Кутепов здесь. Взлобнин. Магнашевич. Идем, ждем подачи. Жирков тоже здесь надо подавать всему все-таки будет Самедов. А вот так вот они разыгрывают. Жирков под ударом не получается. Вот он удар! Все-таки удалось Жиркову провести. Да, хороший розыгрыш. Пытался Юрий сделать себе сразу касание под левую ногу и завершить. Но среагировали быстро игроки турецкой сборной. Поэтому пришлось сделать еще дополнительное касание. Которое уже было длиннее. Из более длинного разбега наносить этот удар. Вот он был выше ворот. Но розыгрыш интересный. Вот мы видим повтор завершающего удара. Уже по такой траектории достаточно сложно было нести точный завершающий удар. И это самая опасная атака сборной России. Пожалуй, что во втором тайме. Надо добавлять. 20 минут еще играть. Миранчук вышел на поле вместо Цагуева. Отбирает мяч. Почти отбирает Смолов. Все-таки до конца его не отдали. И сейчас сами пошли вперед. Вышли на замену Оз Якуб. Слева подключается Хасан Алис. Малые они разыгрывают мяч. Ой, как неприятно. Хорошо, что так хорошо, что малые споткнутся. А мяч. Так, свободная зона-то была. А сейчас справа есть Миранчук. И турки это увидели. Сейчас желтая карточка. Да, очень неприятный был ликошет. Хорошо, что не смогли на него среагировать. Вот мы видим повтор с эпизодом получения желтой карточки. Ну, есть вопросы, может быть, здесь по действиям арбитров. Но игроки турецкой сборной не апеллируют к рефере. Хасан Алис, третий номер, получил желтую карточку. По ним у нас получается ничья 2-2. По голам ничья 1-1. А здесь положение вне игры. У Федора Смолова. Опять он боролся с Чагларом. Постоянное у них уже единоборство. Ну и сейчас вратарь. Вратарь будет вводить мяч в игру. 71 минуту сборная России уже провела. Только одну замену сделал Станислав Черчесов к этому времени. Только Миранчук вместо Дзагонова. Еще есть на скамейке Ерохин и Семенов, Дзюба, Гранат, Миранчук Антон, брат Алексея Кузяев, Черышев, Кудряшов, Марио Фернандес. И два вратаря. Андрей Лунев и Владимир Габут. Никого из них пока мы не видим на поле. Более того, я даже не вижу какой-то явной активности. Пока Черчесов держит. Смола убегает. Убирает защитника. Еще одного. Удар. И похоже был рикошет. Похоже все-таки... Нет, судья показывает, что вообще чуть ли не вне игры. Сейчас разберемся на повторе. Быстро атака получилась. Не было положения вне игры. Очень хорошо на последней линии открывался Федор Смолов. И удачно обыгрывал. И первого и второго игрока. Но, к сожалению, не получился завершающий удар. 22 номер внес вот эту вот суету. И уже Федору было достаточно сложно против двух соперников. Поэтому судья назначил удар от ворот. Но вот эти открывания на последней линии в спину несколько раз. Федор до этого упадал в положение вне игры. Сейчас оно было оправдано. И, пожалуй, уже вот этот эпизод является самым опасным для нашей сборной во втором тайме. Да, и впервые Смолов убежал по-настоящему. А тут уже Малы опять в центр смещается. И направо передача здесь должны выбить. Головин. Успел первым к этому мячу. Другое дело, что оставить его у своей команды он уже не мог. Из-за боковой. Из-за боковой турецкая команда будет вводить мяч в игру. Турки, надо сказать, во втором тайме, как мне кажется, чуть-чуть добавили по скорости. Ну и, может быть, замены сработали у них. Сработали, раз человек лучше на замену гол забил. Но мы им говорим больше об игре. Но в целом игра походит по похожему сценарию. И я хотел бы сказать, что о том, чтобы наши сборные моменты, когда мы высоко отбираем мяч, как эпизод был несколько минут назад, надо бережнее реализовывать. Потому что быстрые атаки, это посуществуют единственные шансы. Но второй момент, это розыгрыш стандартного положения, из которых мы сегодня забили. Но три из которых были достаточно опасные. Ну и хотелось бы побольше тех же самых угловых. Все-таки один, по которому мы подавали. Турки не так охотно нам их раздают. Но опять приходится возвращаться назад. Потому что из-за боковой будут вводить турецкие футболисты. Правый защитник Шанер. И вот, собственно, Федор Кудряшов у нас готовится на поле выйти. Он, насколько я понимаю, сейчас скорее уже левая защита. Да, но вполне может произойти замена игрока середины поля. Потому что Юрий Журбов может выдвинуться в позицию лево атакующего футболиста. Александр Головин перейти в центральную руку. Поэтому это может быть замена как по позиции, так и игрока середины поля. Миранчук на левом фланге убирает мяч от одного, от второго. Почти обыграл и продолжает владеть мячом российская сборная. Миранчук в штрафную чуть сильно. Чаглар выбивает мяч за угловой. Ну вот это было хорошо. Сейчас Миранчук взял на себя игру. И этот угловой его рук и ног делает. Алексей Миранчук блестяще провел этот сезон. Был одним из лучших в составе чемпионского локомотива. Поэтому я думаю, что находится в отличной форме и настроении. Поэтому его сейчас время и вполне может быть успешным чемпионом мира. Угловой! Угловой! Подача Юрия Жилкова. Замедов. Замедов получает мяч. Зобнин, Зобнин на правом фланге. Не пускаем его к воротам. Достаточно высокая была передача со стандарта. Сейчас сложно всегда за нее бороться. Поэтому видим опять, что пытаются открываться на последней линии. До этого это был Смолов, сейчас Алексей Миранчук. Но не всегда это заканчивается успешно. Замена в составе сборной Турции. Сердар Гюрлер под седьмым номером появляется на поле. И Федор Кудряшов тоже уже готов на него выйти. Меняют 17 номера Ченгиза. Вместо него выходит под седьмым номером Сердар. И сейчас узнаем, кого заменит Федор Кудряшов. Нет, должна произойти замена. Я ее разрешил. Вместо Юрия Козинского на поле появляется Федор Кудряшов. Да, ну изменение понятно. Головин двинется в центральную зону. Кудряшов выведет позицию левого защитника. Юрий Жуков будет играть левого атакующего игрока. В этой позиции он действовал, собственно говоря, и в матче с Австрией. Итак, Кудряшов на путь. Вторая замена произошла в составе сборной России. 15 минут остается до окончания матча. Плюс то, что добавит арбитр. Снова не очень много, а Кенфеев забирает весь мяч и быстро вводит его в игру, чтобы Юрий Жуков начинал атаку. Перестановка произошла. У Юрия Козинского на поле появляется возможность для того, чтобы больше участвовать в атаках. И еще одна будет замена. В составе сборной России на поле появится Марио Фернандес. Еще один фланговый игрок. И Кудряшов, и Фернандес играли в первом матче против сборной Австрии. Ну, я думаю, что здесь более прогнозируемо. Здесь будет замена по позиции. Вместо Смольникова, так оно и есть, выходит Марио Фернандес. Да, здесь замена произошла. Наверное, сложно по этим двум матчам сделать вывод, кто выиграл это противостояние. Черчесов будет это решать уже непосредственно, видимо, перед матчем, кто лучше готов. Контрольные матчи для того существуют, чтобы получить максимальное количество информации. Уже после них сделать решающие выводы. Головой играет Сергей Игнашевич. Передача назад на Айхана. Ну, и тут уже вратарь. Вратарь Сыркан сейчас попробует ввести мяч в игру. Ошибается вратарь. Может получиться атака в сборной России. Головин пас на... Федора Смолова прерывает, прерывает турецкий защитник эту атаку. Не удалось воспользоваться ошибкой вратаря. Головин вновь с мячом. Справа один Самедов. Подключается вышедший на поле свежий Фернандес. Головин в центр. Еще одна передача. Жирков пьет. Попадает в свои ложи. Игроков, Алексея Миренчука. И на этом момент, к сожалению, закончен. Да, совсем концовка уже встречи. Последние 12 минут. Сейчас мы увидим. Плюс добавленное время. Поэтому посмотрим. Произошло несколько перестановок в составе обеих сборных. Вот мы видим удар Юрия Жиркова. К сожалению, мяч попадает в этом эпизоде. В Алексея Миренчука. И уходит за лицевую линию. Матчи чемпионата мира. Все 64, которые будут показаны в мобильном приложении и на сайте Первого канала, можно будет посмотреть и в формате 4К. Ну а матчи сборных Бразилии, Германии, Франции, Англии, Испании и Аргентины эксклюзивно будут показаны на Первом канале. Так что с нетерпением ждем. Ждем начала чемпионата мира. В сборной России остается сыграть всего лишь 12 минут. Плюс то, что добавит судья в последней контрольной игре. 1-1 за сборной Турции. Советов получает мяч. Нет положения вне игры. В прострелах. И не попадает по мячу. Зобнин. Уже из штрафной. Отхватывает голови. Наши пошли вперед. Фернандес. Нету офсайда. Скидка. И пытается, по-моему, Алексей Миренчук обыграть соперника. Мяч потерян. Более того, увлеклись наши атаки. Потащил мяч вперед. Мехмед топал. Передача налево. Очень неприятный момент. Передача. Выбивает мяч. Наши уже куда попало. Ох, какой был момент у наших воротов. Да. Очень опасный момент. Был в контратаке. И сейчас атака в одну сторону, атака в другую сторону. Так всегда бывает в концовках, когда игра раскрывается. И уже обоюдная, острая игра идет. Озьякоп. Передача в центр нашему не удается ее сразу же перехватить. Окай. Малый вновь получает мяч. У нас есть Озьякоп. Динамичный сейчас был отрезок. И у нас была неплохая атака, которая не закончилась все-таки ударом, поворотом. Турки провели действительно очень нервную для нас контратаку. В итоге дело заканчивается угловым, который будет подавать вновь турецкая команда. 80 минут сыграно. 1-1. На этот раз, похоже, розыгрыша не будет. Турки готовят еще одну замену. Вот 20-й номер ММР Акбабаб на поле. Ну а пока подача в штрафную. Вынос мяча Игнашевича. Контратака будет. Чуть-чуть у нас не хватает, чтобы быстро начать эту атаку. Пытаемся отобрать мяч, не отбираем. Малые. Опять уходит в центр и бьет поворотом. Выше. Очень активно вышла группа игроков сборной Турции. Видно, что состав молодой. И все пытаются попасть в команду, провести яркое впечатление на тренера. Поэтому ребята, вышедшие на замену, явно усилили игру. Пытаются брать ее на себя. Несмотря на молодой возраст, тем не менее пытаются включать индивидуальные действия. Вместо 18-го номера Кенана Карамана, который действовал там в атаке. Правда, в основном был в тени. Выходит на поле 20-й номер Энре Акбаба. Ну а Игорь Акинфеев сейчас ведет мяч в игру. Вот свои хлороны. В сборной России три замены произошло, еще раз скажу. Появились на поле Марио Фернандес и Федор Кудряшов, а также Алексей Миранчук. Пока больше замен, в том числе в атакующей группе, где могли бы, наверное, появиться Дзюба, Черышев. Или, допустим, Антон Миранчук, больше пока не происходит. Черчесов держит вот этот состав. Передача направо. Турецкая сборная продолжает атаковать. В центре открывается Мехмед Топал. Здесь Смолов. Передача налево. Кенан Али. Назад-назад придется отдавать турецким игрокам. Это брать мяч тем не менее пока никак не удается. Вот сейчас вступает в борьбу очень здорово Зобни. Отобрали мяч Самедов. Сбился с пути. Потеряли мяч. Через центр еще теперь турки пошли. Направо. Вот сделан пас. Успеет успевать вроде наши вернуться. На вес агент с ним забирает мяч. Все здесь нормально. Но опять потеря в сохранении случилась. Все большие разрывы в центральной зоне. Это всегда неизбежно в концовке встречи. И всегда очень интересно, кто и как этим воспользуется. В очередное положение вне игры, в которое попадает Федор Смолов. Его игровой стиль подразумевает, что таких положений будет достаточно много. Но вот это открывание на последней линии, которое могло реализоваться в гол, оно оправдывает такое большое количество рискованных открываний. Сборная Турции серьезный, конечно, спарринг-партнер сегодняшнего матча. Турки ищут свой игровой новый стиль. Ну и при этом они видим, что играют с предельной жесткостью. Ну и хороший этап поддерживают. Не дают расслабиться. Пошла атака турецкой команды. Хорошо играет Кудряшов. Пас вперед. Здесь вряд ли удастся даже такому человеку, как Миранчук. Миранчук. Именно со сборной Турции нам предстоит сыграть первый матч и после чемпионата мира в Лиге наций. Но сейчас, конечно, не главное. Сейчас главное 14 июня и старт чемпионата мира. Матч со сборной Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, конечно, команда несколько менее богатая индивидуально, чем турки. Но сдать от нее подарков тоже не приходится. Малы, передача вперед. Здесь Кудряшов вступает в борьбу. Иначе остается у турок. Они правым флангом ведут атаку. Выше на поле Акбаба. Удар. Поднимают на себя этот удар российские защитники. Но турки сейчас очень активно владеют мячом. Прямо так хотят выиграть. Встреча очень напоминает начало, когда турецкая сборная много владела мячом. Наши больше оборонялись. Пытаются надеяться на контратаки. Последние 10 минут сейчас, по крайней мере, проходят в похожем ключе. Можно понять, что все-таки, я думаю, что уже игроки нашей сборной думают не столько про результат сегодняшней встречи, сколько уже про ман 14-го числа. И действительно, слишком важный, ответственный поединок нам предстоит уже совсем скоро. Антон Миранчук у Бровки. Второй брат из Локоботива. 16-й номер. Сейчас тоже мы его увидим на поле. Игрок атакующего плана. Не знаю, можно ли его назвать нападающим или полузащитником. Ну, Алексей явно более атакующий игрок. Поэтому Антон все-таки больше игрок середины поля. Да, с акцентом на атаку, безусловно. Но не с таким креативом, как его брат. Но зато очень большой объем, есть общий фейноборство. Очень хорошая базовая техника. Поэтому братья Миранчук действительно могут себе этот сезон занести в большой активе. Обороняется сейчас в городе России. Турки владеют мячом. Хасан Али сделал пирачу в центр. Это Мехмед Топал. Вперед. Продвигаются вперед. Турецкая команда Акбаба. Малы, убившие издалека, на этот раз отдают в центр на Укая. Всей командой. Это сборная Турция. Открывается там и Малы. Рвет резко опять с места. Хороший какой-то рывок. И даже уже Александр Головин испытывает проблемы с тем, чтобы резко перестроиться. Восемь-шестая минута. Понятно, что в концовке силы оставляют даже самых выносливых и быстрых. Болистов. Итак, Антон Миранчук вместо автора гола в первом тайме Александра Самедова появляется на поле. Самедов открыл счет в этом матче. В втором тайме, к сожалению, наша сборная не сумела удержать пока что этот счет. А мы смотрим гол. Гол получился действительно красивым. Его можно смотреть еще и еще. Чисто здорово. И при этом сами вынудили соперника совершить эту ошибку, которая к этому голу привела. Итак, Антон Миранчук. Приходится выйти в вторую букву на фамилии писать. Иначе непонятно. Но турки штрафной будут выдавать. Разыграли. Не ждали наш этого передача. Не доходит дело до удара. Хасан Али. Удается отобрать мяч. И турки правым флангом в штрафную направляют мяч. Удар Чаглара. И вот сейчас, сейчас может получиться контратака. Я-то уже понимали. Поэтому токсический фолл и желтая карточка. Да, сейчас ни в коем случае ни одной из команд нельзя позволить выбегать в быстрой атаке. Потому что на фоне утомления они могут быть крайне опасными. Поэтому также можно понять Эмре, который совершил пуф-фолл в этой ситуации, заставив рефери предъявить ему желтую карточку. Ну, вот мы видели, как после розыгрыша штрафного Сердар Гюрлер, седьмой номер, еще один резервист, делал передачу штрафную. Еще там турки готовят замену. Еще тринадцатый номер. Мехамед Закичилик появится на поле. Наши сады с мячом. Миранчука, это Антон. Делать передачу штрафную, там нет никого. Ну, кстати, нам помог немножко Шене, который выбил на угловой. Мог, наверное, и не паниковать в этой ситуации. Сейчас у нас есть шанс. После выхода Марио Фернанса уже дважды Сергей Игнашевич находил его диагоналями. Это такая уже привычная связка в клубе. Очень часто диагонали на Марио Фернанса действительно бывают эффективными, потому что он высокий и очень хорошо сбрасывает мячи в середину поля. Угловой. Не так это много. Сегодня подача не дают. Наши ничего пробить головой турки. Выбивают мяч, а здесь борьба. И Юну Смолы отбивает мяч на нашу половину поля. Тут был Федор Кудряшов. Передача на Акинфеева. Остаются наши на чужой половине поля. Турки пытались офсайд сделать. Поэтому Акинфеев пока передачи не сделал. Вот только сейчас она пошла на Смолова. Смолов активно борется с защитником. Что показывает судья? Угловой. Заработал Федор Смов еще один угловой для нашей команды. Жарков сейчас его будет подавать. Да, концовка встречи. Стандартные положения, каждый из которых может быть очень опасен. Пока угловые удары были не так опасны, как розыгрыши штрафных ударов. Но будем надеяться на то, что в концовке встречи нам удастся реализовать стандарт или какой-либо из моментов, которые возникнут. 89-я минута. Подача. Игнашевич добирается наконец-то до мяча. И сбрасывал его туда. И дальше во Вратарскую. Не позволил никому из наших до этого мяча добраться. А здесь приходится опять играть через Акинфеева. И найдет ли Игорь дальше в продолжении. Вверхом, вверхом вперед вращает Насмолова. Чаглар. А здесь? Здесь Шенер. Забирает мяч. Хорошей передачей находит Мехмед Топал. Пятеро игроков турецкой сборной на нашей половине поля. Только они играют через центр. Через Мехмеда Топала. Хасан Али. Укай. Укай. Не здесь мяч уходит от игрока сборной России. Девяностая минута. Замена тем временем в составе сборной Турции. Возможно, последняя. Возможно, и нет. Может, еще какого. Успеют они выпустить на поле. Поверяйте Мехмед Зыги. И меняет он второго номера Шенера. Который действовал всю игру на правом фланге. В сборной Турции в предыдущей атаке был выбор. Провести быструю атаку или все-таки перевести в позиционное нападение. И вот то, что они выбрали второй вариант, говорит о том, что в целом, наверное, ничья в этом контрольном поединке их устраивает. Не знаю, устраивает ли она нас по счету, в принципе, это, наверное, не так важно, по качеству игры, то, что мы увидели сегодня за эти 90 минут. 14-го числа будет важный матч, в котором я уверен, что мы будем фаворитами. И я уверен, что все будет по-другому. Потому что любой, даже самый ответственный контрольный поединок не может сравниться с официальным матчем. Там все будет иначе. И другой уровень эмоций, и другой уровень сопротивления, и другой уровень адреналина. Поэтому мы надеемся все на нашу сборную, желаем ей удачи. И уверен, что наши телезрители с удовольствием посмотрят не только матч-открытие, но и его тоже на Первом канале. Да, 17.30, начало прямой трансляции, 14-го июня. А сейчас остается две минуты до окончания контрольного матча. Сборная России играет в ничью с турецкой командой Георгий Джике. Конечно, расстроен, что не может помочь, не может сыграть на чемпионате мира. Дай бог, у него еще будет такой шанс. Игрок молодой. Да, всем игрокам нашей сборной желаем здоровья. И тем ребятам, которые пропускают чемпионат мира по травмам. Виктор Васин, Георгий Джике, Александр Кокорин. Надеемся, что они еще смогут сыграть на больших формах за нашу национальную команду. Но пока одна из последних атак может получиться у сборной России. Илья Кутепов. Последние минуты такую передачу. Не нужно, не нужно так рисковать. Хорошо, что все обошлось. Акинфеев выбирает мяч. Смолов борется всю игру с неуступчивыми турецкими защитниками. В основном вот с этим самым Чагаларом. Сложно Федору вести борьбу спиной. Это явно не его самое сильное качество. Он парень высокий. Но тем не менее, все-таки играть спиной ему достаточно тяжеловато. Поэтому скорее речь идет о подборе мяча. И как мы будем располагаться в этих ситуациях в подборном. Турки с мячом. Малые. Хорошо в огуре играет Миранчук. В данном случае это был Антон. И турки не спешат. Третья добавленная арбитром минута пошла. Выбивают. Выбрасывают они мяч из-за боковой. Мехмед Топау. Сейчас, конечно, поаккуратнее, потому что это нашим сыграть в обороне. Последняя минута. А турки владеют мячом. Вышедший на поле Мехмед Зеки. Делает передачу на Суньчу. Он же Чагалар. Бас вперед. Ирбан. Жирков. Нарушение правил. И что показывает судья. У нас, правда, готовится одна замена. Но даже я не знаю, успеет ли провести ее Станислав Черчесов. Там неожиданно возник мини-конфликт такой у Жиркова с ОК. Все 90 минут прошли в жесткой, но в целом корректной мужской борьбе. Но вот в концовке немножечко пошумели. А Далер Кузяев, седьмой номер на Убровке, собирается менять Зобнина. И все-таки это замена под самый уже свисток игры произойдет. Да, Далер Кузяев вместо Зобнина. Давайте поаплодируем Роману. Большой очень объем работы сегодня выполнял. Отбирал мячи. И, в общем, довольно-таки он играл вполне качественно сегодня. Роман является ключевым игроком в этом составе нашей национальной команды. Поэтому очень многое будет зависеть. Не всегда зависит от того, как выглядит центральная линия. Поэтому пожелаем, чтобы Роман Зобнин смог проявить, как и вся наша сборная, свои лучшие качества. Завершен. Завершен матч сборной России. Турция 1-1. Алан Загоев сделал передачу на Александра Самедова. Сотсчет открыл. Но во втором тайме Юнус Малы его сравнял. И матч завершился в ничью 1-1. 14 июня в 17.30 начинается прямая трансляция матча. Открытие чемпионата мира по футболу. Россия, Саудовская Арана. Весь чемпионат мира на Первом канале. Сегодня для вас работали комментаторы Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Первом канале. Вас сейчас ждет программа.